всем привет с вами я виола и добро пожаловать на мой канал сегодня не будет видео с украшениями в силу определенных причин и поэтому я решила компенсировать своим разговором с вами такая немножко сомнительная конечно компенсация но тем не менее я решила вас немного развлечь я давно собиралась снять такое видео в таком формате я знаю что многим нравится этот формат видео многие мне об этом писали большое за это спасибо также я хочу поблагодарить всех за поздравление с моим днем рождения за ваши пожелания мне это очень было приятно ваше внимание ваше отношение ко мне для меня это очень ценно большое большое всем спасибо так темы сегодняшнего видео послужат некоторые черты моего характера проведу определенный разбор полетов но сам обичевание не будет я оговорюсь сразу потому что я себя люблю я стараюсь работать над теми чертами характера которым нигде это возможно не нравится доставляют дискомфорт мне или окружающим не это получается не всегда той степени в которой мне бы хотелось но все равно работа над ошибками проведена колоссальные то которой я была когда-то это которую я являюсь сейчас это два совершенно разных человека поэтому когда говорят что люди не меняются я в это не верю категорически просто на своем примере итак друзья хочу сказать сразу то что я буду говорить в плане можно в плане нельзя в плане того как я вообще себя веду на какие какие-то мои реакции на какие-то ситуации на какие-то обстоятельства это касается только меня лично ни в коем случае это не руководство к действию я никому не призываю поступать также это мою можно мою нельзя мою плохо мою хорошо это все только мое это индивидуальный подход индивидуальное видение и давайте наверное начнем начну с того что я очень обидчивый человек очень мне слова не скажи да это у меня самого раннего детства я над этой чертой тоже очень долго билась 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 в итоге какие-то результаты достигнуты мной но я не могу сказать что я полностью обидчивую виолу себе как-то убрала как-то и и ликвидировала нет я обидчивый достаточно человек даже после того сколько я старалась себе это качество искоренить все равно я не принимаю критику ни под каким соусом вот серьезная знаете как мне хватает самокритики я очень критичный человек самокритичный человек я к себя отношусь я это никак не проговариваю для всех это тайна покрыта мраком вот сегодня такое откровение от меня потому что на самом деле я к себе сына отношусь очень самокритично и критику со стороны я не принимаю не хватает того что я сама себя могу как-то пожурить другим делать это непозволительно вот так у меня вот такой характер я вообще думаю что это честно почему потому что мало кому нравится критика я думаю мало кто к ней относится с умилением даже если визуально человек никак не показывают что ему это не нравится то внутри все равно а вот это не есть гуд почему то что все мы люди разные да само собой да и кто-то либо выглядит как тогда иначе нежели чем ты либо думает иначе либо поступает иначе имеет на это полное право и вариант есть два мнения мое неправильное вот это меня выбешивает вот серьезно да когда мне пытаются навязать свою точку зрения касаемо ну любого аспекта здесь конечно мне сразу вырастают рога несмотря на то что я тигр и лев но это знаете такой вот мне против шерсти как будто гладит и мне сразу идет за реакция это от меня не зависит единственное что я говорю в отличие а возможно от других каких-то от многих людей я ее показываю я ее показываю да вот не люблю я критику так что еще и не люблю я не люблю когда долго принимается решение не очень быстрый человек сказать что это всегда хорошо наверное не всегда хорошо но знаете как раньше было хуже сейчас уже сейчас уже лучше потому что опыт сын ошибок трудных и если мной принято быстро и но неправильное решение как дальнейшем до показывает практика скажем так следующий раз я уже естественно делали себя какие-то заметки и если похожая ситуация происходит я уже поступаю иначе и поэтому на протяжении жизни а мне как-никак 46 лет и много чего было у меня очень огромный жизненный опыт я не всегда люблю им делиться потому что ну не знаю я недостаточно открытый человек вернее достаточно закрытый вот я бы так сказала вот поэтому я решение принимаю быстро поэтому не поэтому ну о чем мы говорили и вернемся и решение принимаю быстро я не могу рассусоливать у меня сразу вот если например какую-то ситуацию мне надо прийти к кому-то завершению какой-то ситуации да неважно какие-то планы чего это касается сразу голове я выстраиваю определенную цепь событий я вижу результат и уже я либо соглашаюсь либо не соглашаюсь для себя или для кого-то да я понимаю что да вот к этому результату я могу прийти следующим образом уже в процессе если допустим происходит сбой системы то уже меняю да как то я вот ну ходы-выходы и опять-таки к тому чего я хотела я прихожу когда очень долго кто-то думает вот 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 таким вот этим что типа как же там вот это вот это для меня тяжело это для меня тяжело потому что есть люди я не говорю что это плохо я не говорю что это хорошо абсолютно нет я говорю только опять-таки я говорю со своей колокольни высказываю свою точку зрения мне легче вот тут и сейчас вот мне надо если что-то я должна это секундально все решить секундально это решить секундально это сделать я никогда не откладываю на завтра то что мне надо сделать сегодня в редких случаях когда уже обстоятельства так складывается что сейчас ты ничего не можешь поделать утро вечера мудренее и так далее да ну а в основном да вот сегодня надо сегодня это сделаем а когда это все вокруг меня откладывается мне очень тяжело я все-таки да сторонник быстрых решений это опять-таки говорит о моей импульсивности возможно не всегда это хорошо не всегда это правильно может быть но опять-таки я иначе не могу я так устроена и если брать в процентном соотношении то правильно принятых быстрых решений гораздо больше нежели чем неправильных и со возрастом со временем их становится больше и больше и больше да правильно принятых быстрых решений вот повторюсь я вы знаете есть вот не всегда проще построить прямую дорогу ниже чем идти обходными путями я вот не очень сильно во всех вот этих вот каких-то ну знаете вот какие-то интриги какие-то заговоры и какие-то непонятные вещи вот в таких вещах в таких моментах я стараюсь вообще никоим образом не участвовать мне нравится прямо да да нет нет все на этом мы как бы ну и как бы закончим либо продолжим потом я у меня есть такая черта характера как первое впечатление все говорят что первое впечатление бывает обманчивым первое впечатление бывает ошибочным в основном не то чтобы все но бытует такое мнение у меня иначе я когда-то давным-давно давным-давно эта фраза не принадлежит мне никоим образом когда-то давно я прочитала и автора я естественно тоже не помню что боди с первого впечатления оно правильное когда меня это так зацепило я подумала как тогда все же говорят что первое впечатление может быть обманчивым но по крайней мере я слышала это выражение энное количество раз и она у меня гвоздем сидела в голове и вдруг вот такое кардинально противоположное мнение и мне это стало интересно я просто стала примерять на себя и оказалось что да так и есть и вот сейчас вот знаете как бывает отчасти ничего не сделал плохого вообще ничего ты этот человек не знаешь он с тобой просто выходит на контакт или ты с ним выходишь на контакт не важно да просто начинается какое-то общение знакомства и ты понимаешь что ты человека смотришь тебя просто от него колотит вот знаете как в том анекдоте вот не нравится мне не нравится вот такое у меня бывает я думаю бывает у всех вы знаете вот как бы я сейчас уже меньше чем больше влез тем больше к ним и ты понимаешь что дальше сидит на этот человек не твой и возможно и ты и не его я сейчас опять говорю со своей колокольни только лишь вот так что вот если мне человек изначально антипатичен то антипатичен и будет я могу общаться знаете как но опять таки на расстоянии вытянутой руки и либо на расстоянии не знаю вытянутого какого-то фонарного столба нынки близко к себе человек не выпускаю вот что еще не люблю во мне этого слава богу нет я не люблю жаловаться мы некоторое время назад общались с одной девушкой вот как-то мы начали за украшение как-то разговор зацепился пошел и на меня спросил готова почему вы никогда не жалуетесь я в смысле и не жалуюсь не поняла на что я должна жаловаться она горит есть блогеры и она она даже мне как-то сказала я просто не хочу до сейчас это озвучивать зачем-то надо которые любят поныть поплакать в жилетку вечно их обижают вечно их оскорбляют пишет им какие-то обидные вещи причем фактов нет это просто все с их слов вот и для того чтобы их пожалели видимо поддержали я не знаю может быть это такая степень самовыражения обращать на себя внимание таким образом вполне вероятно что так и есть а может быть просто такой человек характер привычка в конце концов я не знаю но да я не люблю жаловаться вернее я жалуюсь конечно же жалуюсь но это не люблю я не делаю это постоянно вот есть люди наверное в вашем окружении тоже есть у кого-то точно есть но не может быть чтобы не было потому что есть вот люди с ними начинаешь общение вот элементарно привет привет как дела и и понеслась понеслась коза по кочкам все плохо в общем все все плохо и все и даже еще хуже и это так в общем и как говорится как в этом пел миронов кокос в общем не растет и не ловится в общем рыба не растет кокос как он там пел крокодил не ловится не растет кокос вот извиняюсь да очень все плохо все причем вот у таких людей никогда не бывает что-то хорошо вот я вам честно скажу вот в моем окружении была одна особа это было просто страшно знаете вы страшный человек новосельцев невозможно было когда вот она мне звонила я просто смотрела думаю господи опять 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 да потому слава богу сейчас ее нет как бы я лишена удовольствия слушать вот все вот это нытье все вот эти вот ну дать жалобную книгу и вот знаете безостановочно просто она заполняется для меня это сложно для меня это невыносимо раньше было я была жилеткой ой боже мой какой я была жилеткой вот кому не лень все просто знаете я не успевала себя выжимать всем не жаловались я всем сочувствовала сопереживала нервы свои сколько я мотала я вам передать не могу это просто трагедия я когда вспоминаю я думаю боже мой зачем мне это было надо вот зачем ну ладно в общем сейчас уже нет сейчас как бы вот где залезешь как бы там и вокзал все я могу я очень сопереживающий сочувствующий человек я могу помочь хочу помочь помогаю но если это не вот эти как вот испорченная пластинка всегда вот один и тот же мотив у курского вокзала стою я вот 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 только вот не это и меня девушка спросил почему вы не жалуетесь я жалуюсь почему я не жалуюсь я тоже жалуюсь даже сейчас я жалуюсь да ну какой-то степени я жалуюсь но вы знаете как когда у меня все хорошо когда меня спрашивают как ты делай например я говорю прекрасно замечательно когда мне все не очень хорошо как спрашивают но спрашивают как дела я говорю хорошо когда уже начинается какая-то это меня спрашивают как ты нормально все равно до последнего да когда уже вот тут у меня тогда да я уже сажусь и начинаю там ла 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 в общем в общем все это мне плохо помогите спасите но и я пожалуй даже люблю в какой-то степени но все это должно быть к месту все это должно быть действительно тогда когда тебе действительно вот тяжело и тебе нужно выговориться когда ты уже просто не можешь молчать да когда ты хочешь поделиться вот этим с близким человеком что тебя пожалели чтобы сказать все будет хорошо все будет хорошо вот иногда эта фраза да она имеет волшебное просто какое-то значение даже не то чтобы значение вот ее на слух услышать достаточно бывает чтобы тебя отпустила но ныть постоянно что ой 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 нет это не мое это не мой характер к нашли по характеру боец и вот это тоже одна из черт характера моих за которые я себя очень люблю горжусь да не побоюсь этого слова то что действительно боец я не сдаюсь не при каких условиях не при каких обстоятельствах я все равно держу хвост пистолетом потому что я знаю что если сегодня что-то у меня не получается значит это получится завтра но в крайнем случае после завтра ладно вот крайний срок да все равно я своего добью из того чего я хочу ну и как бы надо потерпеть но ломаться нет ломаться нет в жизни я не ломалась хотя было очень много этому возможности скажем так да что еще у меня какая у меня есть еще черта 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 я резкая вы знаете в юности я была прямолинейной потом с возрастом вам не прибавилось вот какой знаете ядовитости я стала уже резкой сейчас я пытаюсь себе эту резкость свою как-то держать в узде, не скажу, что всегда получается, совру, я не розовая, пушистая далеко, да, и хотелось бы, конечно, вот в этом, мне бы хотелось себя побольше как-то немножко контролировать, ну, всё равно я контролирую, как бы, но на старуху бывает правуха, вот это есть, да, вот, вот это плохо, это не есть хорошо, а что во мне хорошо, хорошо, вот что я в себе люблю, вы знаете, возможно, вы подумаете, что я сейчас начну хвастаться или что-то, нет, но у нас с вами такой откровенный разговор происходит, и что я в себе люблю, я люблю в себе то, что я добрый человек, щедрый, я могу сказать, да, это правда, и мне вот эта черта, вам не очень нравится, вы знаете, было время, когда я хотела себе её задавить, полностью уничтожить, не то чтобы дозированно, а вообще убрать в себе это качество раз и навсегда, потому что мне казалось, что так будет легче жить, так тебя никто не обидит, потому что ты к кому-то относишься с душой, со всем сердцем, пытаешься помочь, поддержать, а тебе в ответ просто плюют в душу, в сердце, и я решила, что надо завязывать, завязывать, и это был не единичный, не единичный случай, когда я себе пыталась перекрыть кислород в этом отношении, чтобы вообще, знаете, ну хоть трава не расти, да, что вокруг происходит, с кем происходит, но как бы нам, татарам, всё равно, но мне не получилось, мне не получилось, хотя я пыталась давать себе слово, пыталась как-то себя, ну вот совсем, вы знаете, просто сделать такой очень холодный и очень равнодушный, вот, равнодушный, это правильное слово, но у меня не получилось, и честно, я очень этому рада, вот очень рада, потому что иначе это была бы уже не я, если бы я в себе эту черту характера убила бы, то нет, я не хочу, всё равно даже, вот, вспоминая какие-то ситуации, какие-то истории, мне о всех расскажешь, вернее, вообще не расскажу, но даже видя в ответ вот чёрную просто неблагодарность, даже чёрнейшую неблагодарность, чернее просто нету, да, всё равно я думаю, ну и что, ну и что, а я вот такая, а я вот так сделаю, правильно сделаю, понимаете, и я знаю, что если бы те истории, те ситуации, они бы повторились, я бы всё равно иначе не смогла бы поступить, даже вот зная, что в итоге получится вот так, да, я бы всё равно поступила так, как поступила, вот. Я люблю, когда меня хвалят, ой, как я люблю, боже мой, вот знаете, я не знаю, то ли мы львы такие, про львов говорят, да, что они любят, в общем, когда по-шёрстке, по-шёрстке, я же ещё и тигр, да, не знаю, то ли это из-за этого, то из-за знаков зодиака, то ли что, ну, я обожаю, когда меня хвалят, ну, наверное, все любят, когда их хвалят, просто кто-то, возможно, стесняется, смущается, я тоже смущаюсь, но всё равно люблю, очень люблю, обожаю. Что ещё я люблю? Я люблю, люблю, люблю. Я люблю своих близких, я готова на всё ради Марьяши и Эльмара, и я на очень многое, на очень-очень многое готова ради своих близких людей, тех людей, которых я для себя сделала близкими в своей голове, те, которые для меня являются близкими, не обязательно по крови, абсолютно нет, вообще для меня, честно говоря, вот это кровное родство, это, ну, вообще не показатель ни в коем случае ни разу никакой не близости, иногда люди, которые не являются твоими кровными родственниками, они тебе намного ближе, нежели чем, ну, нежели чем кровные, вот, и я на очень многое для них готова, это не голословно, это правда, это так и есть, те люди, которых я приняла в свой круг, вот, мой круг, это мой круг, да, возможно, кто-то там скажет, ой, я там себе придумала, возомнила, да, вот возомнила, это мой круг, это моё решение, это моя жизнь, и я вижу это так. Если кто-то видит это иначе, то ради бога, да, меня как бы это абсолютно не волнует вообще, вот. Вот, а в моём кругу близких мне людей, я для них, вот, на всё пойду ради Мариаши Эльмара, а для остальных на много. А, вот ещё что хотела сказать, есть у меня такая черта характера, как лень, причём, знаете, какая лень, вот такая лень, когда я смотрю, вот, например, да мне что-то кто-то рассказывает, или я смотрю какую-то передачу, или я читаю какую-то, какую-то новость, да, я просто думаю, ай, да, вам охота была вот это всё делать, вот, серьёзно, вот. Раньше, например, да, я иначе бы реагировала, я бы тоже, ух ты, ой, да, что случилось, а почему так случилось, ой, а как так, а как вы так сделали, а как они так сделали, а как так произошло, я на всё это так остро реагировала, прям, знаете, вот душу рвала свою, да, а то сейчас нет, я просто думаю, и, уф, даже неинтересно, вот так, что-то там произошло, и, уф, охота была, вот спрашивается, да ради чего всё это надо. Так что вот такой момент есть, время, кстати, поджимать, надо закругляться. И хочу ещё сказать два, два, ну, одну точно скажу, если успею. Для меня очень важна логика. В моём восприятии логика – это практически всё. Я обожаю логичных людей, я люблю логичные поступки, и у меня в голове, вот, должно всё логически быть построено. Если я не вижу логики, то у меня просто сбой в системе происходит. Для меня это очень важно, действительно очень важно. Опять-таки, логика у каждого своя, да, и, возможно, чей-то поступок, который для меня кажется нелогичным, либо суждение чьё-то, да, для него оно абсолютно, да, абсолютно ясно и понятно. Именно, вот именно с точки зрения логики. А для меня нет, да. Это тоже норма. Но, опять-таки, говорю о том, что я смотрю со своей точки зрения, и со своей точки зрения я сейчас комментирую, да, моё отношение к тому или иному. Конечно, у меня ещё огромное количество всяких черт, которыми я горжусь, которыми я горжусь не очень, которые я бы хотела в себе поменять, те, которые меня абсолютно и полностью устраивают, те, которыми я восхищаюсь, горжусь. Ну, гамма таких всяких чувств, вот, к самой себе. Да, ну, ещё что-то я хотела с вами обсудить. Вот сказала два и уже забыла о последнее. Я потом вспомню буду себя говорить, а почему я про это не поговорила? Но у меня нет никакого плана, это абсолютно экспромт, я ничего не записывала, о чём бы я хотела поговорить. Просто, знаете, вот говорю себе и говорю, да. Да, возможно, я перепрыгиваю с места на место, но... А, вот, я хотела сказать ещё, что я очень внимательный человек, очень внимательный человек. И это хорошо, я эту черту в себе обожаю, я её холю, лелею, я над ней работаю, я её как-то пытаюсь в себе... Слово забыла. Ладно, сейчас в процессе разговора вспомню, потому что время действительно пожимает. Вот, и когда я с кем-то разговариваю, я очень внимательный слушатель. Когда я с кем-то разговариваю, я всегда слушаю. Причём сказать, что я запоминаю прям всё детально, нет, абсолютно нет, да. Но я внимательно слушаю, мне интересно. Вообще я люблю с людьми общаться и больше люблю слушать. Это я на камеру, здесь такая тренды-чиха. Я тренды-чиха и в жизни. Но знаете как, я личные какие-то свои моменты, я, ну, стараюсь не выносить на люди. Действительно, те, которые я считаю личными. Но я их и не выношу. То, что я там рассказывала про первый брак, это так, знаете, вскользь, абсолютно без подробностей. Так что это не считается. Вот. Да, и когда, допустим, я продолжаю с этим человеком общение, и когда выходит какая-то другая история, да, то у меня тут же в голове всплывает, что было же не так. Так, это автоматически во мне происходит. Я вспоминаю, что было же не так. Но опять-таки, знаете, как вот можно рассказать одну и ту же историю в огромном количестве, да, интерпретаций. Ты можешь рассказать другими словами, с начала до конца, с конца до начала, с середины и так далее, да. Но суть остается прежней. Но если меняется суть, меняются показания, да, скажем так, да, то тут уже сразу у меня включается, что типа, а, лампочка загорается, что было же не так. У меня еще вот этот момент есть вот в моем характере, когда я анализирую. И я всегда говорю про себя, что если я молчу, это не значит, что я ничего не знаю. И здесь опять-таки зачастую срабатывает моя Лена, что типа, и кому-то сейчас рассказывают, что типа, ты же не так говорила, было же не так. Это нам не надо. Главное, чтобы это меня не касалось, поняли? До меня, моих близких как бы не касалось. А так, если человек сам про себя сочиняет, каждый раз какие-то новые добавляя к этому факты, подробности, или полностью меняя, да, суть вообще, то здесь мне, конечно, без разницы. Но для себя я делаю выводы. Для себя я делаю выводы, я уже понимаю, да, что ага. Так, ладно, суду все ясно. В общем, это тоже мои какие-то тараканы. Тараканы у меня, кстати, очень классные. Очень. Я всегда об этом говорю, не устану повторить. Я своих тараканов обожаю. Они у меня просто те еще креативщики. В общем, то творят, то вытворяют. С ними не скучно. С ними здорово. Что ж, друзья, наверное, я буду заканчивать. Но, опять-таки, эта тема такая, она, можно говорить долго, можно говорить очень долго. Ну, как-то сегодня вот так коротенько, минут на 30 я с вами поговорила. Не знаю, было вам интересно, было неинтересно. Что бы вы еще хотели бы узнать обо мне? Возможно, ваше отношение к каким-то ситуациям. Пишите, да, будет, поболтаем мы с вами, что я еще делаю в этих условиях пандемии. Все, друзья, давайте будем прощаться. Я желаю вам всем всего только самого доброго. Не болейте, здоровья всем обязательно. И, конечно же, берегите себя и берегите своих близких. А с вами была я, Виола. И мы еще обязательно увидимся. Всем пока.